Мы читаем «Труды Ба'ля Сулама», введение в комментарии Сулама, 216 страница, 54 пункт. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ, лучшие вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга «Труды Ба'ля Сулама», введение в комментарии Сулама, 216 страница, 54 пункт. У нас есть вопрос. Что такое творение, о котором мы все время говорим? То, что мы хотим знать, мы творение или нет? Когда творение начинает быть, невра, творение — это какое-то особенное желание, особое состояние. Скажем, корова, кошка, собака. Творение или нет? Нет. Ну, будто бы существуют эти создания. Но если у них что-то от свободы воли, они самостоятельны ли? Нет. А если нет, так называются они творениями. Кусок железа — это творение? Просто существует? А что значит творение? Если согласно самостоятельности, согласно свободе, то, может быть, и мы тоже не творение? В какой мере и когда начинается творение? Когда у него есть связь с творением, с Творцом, он может отдавать Творцу. И Творец слышит, и тогда у них появляется общее дело во взаимной отдаче. Тогда называется творение. То есть, мироподобие Творцу. Когда это происходит? Когда творение находится на связи с Творцом? Где это виден? В каком строении? А здесь мы подходим к состоянию, что строение должно быть таково. В одном месте, то есть в одном желании, вместе существуют Творец и Творение. Творение отдаёт Творцу, Творец отдаёт Творение. И у них появляется взаимная отдача. То, что решает. Есть что-то, что решает Творец, что-то, что решает Творение. Тогда можно сказать, что существует двое. Тогда есть существование Творения. А нет кого-то, управляемым на сто процентов, о ком даже нечего говорить. Если Творение находится под полным управлением Творца. И поэтому всё понятие Творения начинается с того, что Малхут соединяется с Биной. Когда Малхут поднимается в Бину и определяет в Бине, и определяет для Бины сократиться, войти в большие Гадлут, выйти из дела, раскрыть себя, закрыть себя. Во, здесь мы начинаем видеть, что есть кто-то, кроме Творца, который выполняет указания, и Творец выполняет. То есть это произошло во втором сокращении. Когда Малхут поднялась в Бину, и Бина начинает работать согласно Малхут, потому что Творение хочет, чтобы Творение попросило, чтобы раскрыло себя, чтобы захотело всё, находящееся в Творце, захотело увидеть, что всё это для Него. Пожалуйста. То, что младенец, ребёнок, когда хочет хорошие вещи, мы только рады этому, а если он просит не очень хорошее, то мы рады всё-таки исправить его, работать с ним, как происходит продвижение. Поэтому существует процесс. Процесс очень сложный. ступенчатый. Когда вследствие этого процесса, в конце концов, появляется Творение, стоящее само по себе, с возможностью называться Творением против Творца. И всё это происходит за счёт того, что Малхут поднимается в Бину, сокращает Бину, получает от Бины силы Бины для себя. И это всё очень непросто. Как вдруг мы захотим, как мы можем что-то захотеть, получить от Бины, если мы Малхут, какие-то силы отдачи, силы любви. Как я могу вдруг находиться вне своего желания получать, если я силы, имею силы Бины, так значит, я работаю, могу работать с силами ради отдачи. Это не так-то просто захотеть войти во взаимодачу с Биной. И Малхут, когда поднимается в Бину и сокращает её, что значит сокращает Бину? Сокращает Бину, означает, она говорит ей, не давай мне ничего, я не способна. я очень хочу получить, но я не в состоянии, потому что иначе действительно это будет мне смертью. То есть подъём Малхут в Бину — это действие очень-очень сложное. Когда я говорю Высшему, у тебя есть ещё, а всё, что у тебя есть, я настолько жажду этого, только этого я желаю, но я прошу Тебя, не давай, не раскрывай себя, не давай мне ничего. Я своей силой сокращаю тебя, то есть я преодолеваю тебя тем, что не давай мне ничего. А затем Малхут, находящийся в Бине, ещё находясь в Бине, говорит Бине. А сейчас давай немножко раскрой себя. И насколько я буду раскрывать себя, я позволяю тебе мне давать. Я организую сейчас отдачу. Ты просто в твоём желании получать свободно, когда ты всегда хороша, плохим и хорошим, всегда добр, несущее добро, всё хорошо. Но я сейчас управляю мерой получения. Насколько, как, в какой мере, когда. И тогда она спускается от Бины постепенно и начинает себя наполнять. И наполняет себя немножко отсюда, немножко оттуда, немного одним светом, немного другим светом, сладким, кислым, красным. и начинает приобретать разные формы, будто бы в какой-то объём входит какое-то наполнение, сложное, многогранное. Так Малхуд себя выстраивает. Называется, что происходит, становятся порцуфы. Это уже называется творение. Когда строят из себя поступенчато какие-то образы творца, и посмотрите, какие силы, большие силы преодоления, прежде всего, необходимы у творения для того, чтобы управлять всем этим процессом. Это просто вот так вот держаться крепко зубами. Разумеется, творение ничего в одиночку сделать не может. Оно должно вооружиться силами, желаниями общества и светом, возвращающим к источнику. У него нет своих келем. Подняться в бину необходимы силы группы, общества, а управлять бину необходима сила света, возвращающего к источнику. Возвращающего к источнику появляется возможность уподобиться творцу. Все это мы учим о нукве де оцелот, когда она поднимается в бину, в хазе де зерампен, спускается оттуда весь этот процесс. Это то, что здесь происходит. Давайте почитаем. 54 пункт. Как следствие, все келем в мирах Бия взяла в свое распоряжение Малхут, являющийся точкой хазы. Эта точка вывела келем датаны из Ирампена в мир и Бия, а также вернула эти келем в мир оцелот, когда возникло большое состояние мира никудим, прежде чем они разбились. Во время большого состояния завершающая Малхут снова опустилась с места хазе на свое место под Нейи де Келим Зерампена, и тогда Келим Бины и Тум Тиферет у Малхут, упавшие в мир Бия, то есть Тан-И, поднялись обратно в оцелот. Поскольку Зерампен приобрел восполнение Тан-Ги де Келим, у него появились три первые сферот святов, а поскольку в духовном не бывает прерываний, постольку и теперь считается, что Малхут остается вместе Хазе Зерампена, как и прежде, и только сила ее суда и окончания опустилась в точку этого мира. Поэтому Келим де Тан-И Зерампена, которые были в ее распоряжении во время малого состояния, теперь снова присоединились к Зерампену, соединены также и с ней во время большого состояния, Гадлут, после того, как уже присоединились и восполнили Тан-И Зерампена. И они становятся для нее девятью нижними сферот. Поскольку точка Хазе, то есть корень Малхут, имеющийся у нее со времени катнут малого состояния, стал кетером, а каждый из трех Келим наизе Рампена разделился, каждая Кли разделилась на три трети. Три трети Нецах де Зерампена превратились для Малхут в сферот Хохма Хесет Нецах. Три трети Года де Зерампена превратились для Малхут в сферот Бина Гвура Год. Три трети Исода Зерампена превратились для Малхут в сферот Да Тиферет Исот. Таким образом, что эти Тан-И де Зерампен, поднявшиеся во время большого состояния из миров Бия, и присоединившиеся к его ступени и принесшие ему три первые свято Гар свято присоединяются также и к Малхут, становясь для нее девятью нижними сферот сосудов и девятью первыми сферот свято Светов. 55. Отсюда мы видим, что корень Нуквы Зерампена это точка Хазе, которой он не лишен даже во время малого состояния. Она называется Кетаром Малхут. А Келим Таны де Зерампен, упавшие в мир Ибия во время Катнута малого состояния и вернувшиеся в Ацелут во время большого состояния Гадлут, разделяются на два порцов Зерампен и Малхут. Так как выступает в роли Тан-И де Келим для Зерампена и в роли Хаббат Хагат-Наи для Келим для Малхут. Откуда приходит все это? Мы помним с вами из мира Никудим. Все очень просто. Выше Табура Гальгальты у нас есть Гальгальта Аб-Исак. Как говорит Бада Судам все еще нет здесь корня для исправления желающего исправиться Малхут находящегося в Тан-И Гальгальте от Табура и до Сиума. Когда спускается порцов Бина и начинается здесь отсюда распространяться и входит в связь с порцовом Гальгальте они подобны друг другу потому что в Наи Десак нет ничего и в Наи Дегальгальте нет ничего они обе пустые только здесь свойство отдачи а здесь свойство получения но оба находятся в сокращении а здесь они смешиваются когда наверху свойство Бины а внизу свойство Малхут Малхут которая поднялась и сократила Бину до части которая называется Хазе то есть в одном парцуфе здесь от Табура и до Сиума мы сейчас видим две силы сила 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 саг и сила Малхут Малхут и Бина в одном парцуфе существуют только оба отделены друг от друга посмотрите что здесь появляется возможность выхода в что-то в нечто новое но не только связи между ними нам понятно что если мы возьмем силы Бины мы сможем исправить Малхут только как это сделать и тогда мы начинаем выполнять зевоги здесь у нас есть рож де саг это саг и тогда мы делаем зевог прежде всего в его никвейнае вкатнут в малом состоянии только на силы Бины в нем там где можно что мы этим делаем мы говорим мы пользуемся только свойствами Бины только отдающими кили и тогда пользуемся этим что у нас есть здесь в этом парцузе в этом парцузе у нас как и в любом парцузе кетер хохма да и бина то что называется абаваима а затем у нас есть зерампин и зерампин у нас находится только в килим хабад в килим гальгальтейна его в его отдающих килим и это подобно свойству бина и на этом заканчивается парцузе для нас главное это вот этот зерампин где находится малхуд вот это малхуд малхуд находится здесь она сокращена здесь точка малхуд что есть ниже а ниже у нас есть танги хабад хабад хагад можно сказать доти ферет а здесь внизу у нас получающий килим ахаб это подобно малхуд управление малхуд малхуд когда она поднимается и находится в хазе зерампина если сейчас придет ор свет не от ник вейнаем а из п когда будет зевук скажем в п и спускается большой свет сюда то он спускает малхуд обратно что происходит здесь когда он спускает малхуд обратно малхуд стоит здесь сокращенное и малхуд спускается вниз на свое место то есть все эти килим все эти килим когда приходит сюда свет находится под воздействием малхуд то есть все эти килим входят в малхуд малхуд когда раньше была одной только точкой сейчас принимает в себя килим бины то есть килим дебина вошли под воздействие малхуд то есть малхуд управляет здесь есть разбиение бина включилась в малхуд это нечто великое то чего никогда не было когда высший входит внутрь нижнего разбивается внутри находится под воздействием нижнего и тогда мы подходим к исправлению как в мире оцелут о котором он нам говорит в мире оцелут если мы будем продолжать тот же чертеж в мире оцелут у нас порцов и скажем здесь у нас общий табор у нас порцов которые как и там только раньше в мире никудим у нас был кетер абава има гальгальтейнаем де зон здесь у нас без гальгальтейнаем кетер и абава има здесь вместо кетера у нас появляется атик и ариханпин а вместо абава има у нас абава има и ишсуд все а внизу 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 у нас зерампин и зерампин часть его находится ниже порцы в мирах бия гальгальтейнаем это точка хазе который он не лишен даже во время малого состояния катнут она называется именем кетер малхут и эти килим тангиды зерампин упавшие в мир бия вот вот эти танги зерампина которые упали в бия во время малого состояния и вернувшиеся воцелуф во время большого состояния разделяются на два порцу фазерампин и малхут то есть когда поднимаются обратно то здесь у нас точка хазе зерампин выше хазе зерампин и ниже хазе но здесь уже появляется малхут то есть нижний включается в высший он появляется уже самостоятельным порцу возвращаются воцелуф во время гадлута и выступают килим зерампин и малхут и пользуются танги хилим тангиды килим зерампина вроде хабад хагат килим де малхут здесь у нас хабад хагат хабад хагат килим а здесь негиды килим а в малхут в малхут у нас есть полный 10 сферот из этого строится пауруцов малхут который состоит из свойств бины он и раньше состоял из свойств включался в свойства бины в мире никудим во втором сокращении бина и малхут были отделены было бина и малхут отделены но в одном парцуфе с помощью зивуга де ака находящегося в рожде сак в никвайнаем соединились бина и малхут они уже не соединены в хазе они находятся здесь вместе малхут поднялась она находится здесь как точка а здесь весь этот парцув бина и малхут соединены вместе что их соединяет бина сокращается с помощью малхут это парцуфе катнут никудот никудот де сак бина сокращает малхут а здесь в гадлуте в гадлуте никудот десак малхут спускается и дает бине управлять дает бине управлять собою и тогда приходим к тому что килим разбиваются то есть приходим к состоянию когда они еще больше соединены здесь малхут входило только как сокращение цунцумбет второе сокращение в каждую из сферот здесь малхут входит только как часть второго сокращения когда сокращает для себя это место а здесь она входит в каждую из сферот здесь здесь она дала бине возможность управлять собою пожалуйста входи но она находится внутри она управляет малхут и поэтому приходим к разбиению килим бина думает что она может управлять что она может передать хасадим этим возможность получения радиоотдачи целиком и проявляется управление малхут мы видим насколько они хотят войти один в другой и на самом деле только при разбиении мы можем с помощью разбиения мы можем к этому прийти поэтому здесь происходит швера разбиение когда бина входит внутрь малхут а малхут включается в бину абсолютно смешанные две эти два эти свойства один в другом до какого уровня до уровня что оба ради абсолютного получения тотального то есть творец разбивается включается в творение включается состоит из творения и включается в творение и разбиты они вместе внутри творения и бина и малхут и малхут в бине в каждом желании малхут есть бина которая находится там и управляет и малхут управляет в бине в том же желании оба находятся во взаимном влиянии во взаимовключении на уровне ради получения самым плохом этим достигаются два две вещи первое удаление максимальное удаление от творца полная противоположность максимально возможная которого никогда не было и не может быть то есть малхут удалилась на расстояние бины что творение начинает быть противоположным творцу во всю мощь бины на всю мощь отдачи то есть в каждом желании получать есть ощущение насколько оно обратно желание отдавать то есть не просто так я такое не такой часть или четвертинка и не точно а есть мощь бины и сила малхут в каждом из свойств так что свойства двойное и я не дающий и не нейтральный а я полностью получающий и я хочу в своем получении воспользоваться всей силой отдачи отдавать ради получения то есть эксплуатировать всю силу творца до конца это можно только с помощью разбиения и поэтому когда мы затем поднимаемся в ацелут как он объясняет нам здесь то у нас появляется возможность исправить это удаление ацелут построена система гарда ацелут для того чтобы исправить и малхут и бину и сочетание их взаимное во всех ситуациях и передать творение поступенчато провести творение и с мощностью килимы с силой святов во всех видах взаимовключения и качественно и количественно что исправлять что может быть раньше что затем все решается в рожде ацелут все происходит после разбиения во взаимовключении происходит порядок так что все свойства разные свойства подводят к одному выводу скажем раньше красное или раньше сладкое раньше влажное или раньше близкое раньше высокое или раньше толстое самые разные виды каким образом подвести все к единому измерению для исправления это не просто ацелут так сортирует эти килим и приводит их к исправлению это очень великая вещь я только начал и я вижу насколько это невозможно все это воспринять мы будем стараться в следующий раз объяснить получше а пока переход перейдем мы перейдем к следующей части уроки по книге труды Бали Сулама субтитры